Всем привет, дорогие друзья! Вы смотрите 10-й урок по основам объектно-ориентированного программирования на языке C++. С вами я, Бахрушев Антон и канал LoveBlog. Сегодня мы продолжаем говорить об указателях, и в данном уроке я расскажу вам о двух очень важных операторах – New и Delete. Поехали! Начнем мы с вами с операции New, которая позволяет получить от оперативной памяти определенную область в памяти. Такая вот автология. Итак, создадим, как обычно, указатель на Int, и затем, чтобы выделить память под этот указатель, мы сделаем следующее – напишем PTR – NewInt. Причем, как будто это слово Int, тип данных должен удовлетворять тому типу данных, на который ссылается наш указатель. Вот, память выделена, указатель есть на что указывать. Теперь мы закинем туда какое-нибудь значение, например, тройку, то есть инициализируем, и выведем на экран. Вот, вывелась тройка на экран. То есть, та ячейка, на которой указывает PTR, равна трём. Можно сделать это другим способом. Просто сразу же в инициализации написать NewInt и в круглых скобках отправить тройку. Эффект будет абсолютно тот же самый. Опять же, выведем на экран, чтобы убедиться в корректности кода. Всё правильно. Итак, теперь разберём один из довольно удобных механизмов, как можно применять указатели. Допустим, пользователь захочет создать какой-то массив в ходе работы с программой, но мы не знаем, какого он размера. Для этого пользователь сам должен определить размер массива, и мы такой же создадим. Так вот, давайте сделаем такую программку. Попросим пользователя ввести размерность массива, после чего выделим ровно столько памяти, сколько ему и нужно. Пусть это будет какая-то переменная N, пользователь её вводит. И чтобы выделить определённый участок памяти под массив, мы опять же пишем NewInt, и в квадратных скобках указываем число элементов, которое нам требуется. В данном случае это N. Мы также могли бы указать какую-нибудь константу, например, 10 написать, и у нас бы получился массив из 10 ячеек. Но нам нужна N. Затем мы в цикле переберём все эти ячейки и попросим пользователя заполнить их вручную. То есть он сам выбирает размерность массива, сам массив заполняет, и получается определённый результат. Просим ввести it-значение. Удобство этого метода заключается в том, что мы не выделяем памяти больше, чем нам нужно. Выделяем ровно столько, сколько требуется. И чтобы обратиться к элементу массива, ну, всё стандартно. То есть масса, опять же, указатель на первый элемент. А так вот через квадратные скобки мы можем обращаться к любому, к любой ячейке. После того, как пользователь заполнит массив, мы выведем этот массив на экран, чтобы увидеть проделанную работу. Тот же самый цикл, только уже с выводом элементов массива в консоль. Так, напишем тут все out, и уберём строчку. Всё, можно смотреть работу программы. Вот, то есть. Разберём ещё раз. Пользователь вводит число какое-то, размерность массива. Тут мы выделяем память ровно под столько ячеек. Вот, затем в цикле инициализируем каждый из этих ячеек, и потом уже в другом цикле выводим их на экран. Итак, посмотрим. Видите, размерность массива. Допустим, 5. Нулевое значение. Сколько бы, это 1, 4, 6, 2, 7. Итак, вот. Программа вывела тот массив, который мы создали. Вот так вот это делается. Вот такое вот удобное применение. Итак, теперь давайте попробуем выделять память под пользовательские типы данных, то есть под классы. Вот, создадим какой-нибудь класс. Назовём его Object. Вот у него будет одно свойство, приватное. Так его и назовём. Свойство. Пускай оно опять будет Int. Поскольку это только примеры. Int очень хорошо подходит для примеров. В блоке Public мы создадим две функции, Setter и Getter, для получения и установки нашего свойства. Так, свойство SetProb у нас будет получать один параметр и инициализировать наш объект. Точнее, свойства нашего объекта. Для того, чтобы это сделать, мы воспользуемся так называемым указателем This. Он ссылается, то есть это тоже указатель, вот, он ссылается на текущий объект, то есть на тот объект, для которого вызвано свойство. Вот такая вот удобная штука есть. То есть мы пишем This. С помощью оператора стрелочки, потом я про него расскажу, обращаемся к свойству Prop. Вот, и инициализируем его значением, которое пришло к нам в качестве аргумента. То есть This – это тот самый объект, для которого вызвано свойство. Надеюсь, это вам понятно. Если не понятно, то со временем вы поймете. Дальше мы еще об этом поговорим. Вот, ну и напишем Getter, с помощью которого мы будем получать свойства. Вот, просто возвращаем. Также написаем через This, то есть, если мы вызываем, точнее, когда вызываем метод Getter какого-то объекта, This ссылается на этот самый объект, и возвращает свойство Prop именно текущего объекта. Так, теперь создадим указатель на объект, назовем его Object, и выделим сразу же под него память. Пишем New, Object, круглые скобки. В круглых скобках мы могли бы передать какие-то параметры, если бы у нас были конструкторы с параметрами, но у нас этих конструкторов нет, поэтому мы ничего туда не передаем. Теперь мы можем работать с этим объектом. Для начала установим свойства с помощью метода SetProb. Если мы попробуем обратиться к свойству через точку, как мы делали это раньше, то у нас ничего не получится. Для указателей нужно использовать стрелочку. По сути, это та же самая точка, только для указателей. То есть для указателя у нас стрелочка, для обычных переменных у нас точка. Вот вся разница. Установим значение, допустим, 7, и выведем это значение на экран. Но теперь, теперь, теперь давайте обратимся через точку. Но для того, чтобы обратиться через точку, мы должны обращаться не к указателю, а к объекту, на который указывает указатель. Указывает указатель. Опять автология. Тогда мы можем использовать оператор в точку и с помощью него вызвать метод GetPro. Тут нужно, скорее всего, взять скобочки, потому что он что-то ругается. Так будет точнее. Видимо, приоритет у этой операции ниже, чем у точки. Выведем и поставим перенос строки. Вот и сейчас мы на экране должны увидеть цифру 7. Посмотрим, правда ли это. Для этого запустим программу. Вот цифра 7, как и ожидалось. Теперь попробуем сделать то же самое, только обратиться не к объекту, на который ссылается указатель. а просто через сам указатель с помощью оператора в стрелочке. Опять же выведем. Результат аналогичный, как вы видите. Теперь, 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 теперь. То есть, вот смотрите, когда мы вызывали метод, допустим, setProb у нашего объекта, то вот этот указатель this ссылался как раз на объект obj и обращался к свойству проб через оператор стрелочка. Вот если мы уберем, можем попробовать, будет ли у нас все работать. Убрали, вызовем. Нолик. Нет, не работает. Так что, лучше все-таки указать это самое ключевое слово здесь. Ну, когда возвращали, опять же, обращались к объекту, для него вызывали свойства и возвращали его через return. Итак, если вы помните, я как-то, когда рассказывал про классы, в самом начале про классы и объекты, говорил про конструкторы, это такие методы, которые позволяют создавать объекты, и упомянул про деструкторы, это такие методы, которые вызываются, когда мы удаляем объект. Записываются они почти точно так же, как и конструкторы, с заключением того, что в начале имени ставится значок tilde, который как раз говорит о том, что это деструктор. Потом пишется имя класса, круглые скобки, и в фигурных скобках идет тело деструктора. В данном случае давайте просто напишем объект удален. И теперь, когда мы будем удалять объект класса общ, у нас будет вызываться вот этот деструктор и выводить на экран объект удален. Остается один вопрос. Как удалять объекты? Вот теперь мы переходим ко второй части нашего урока, где затронем операцию delete. Она позволяет удалять, очищать память, на которую ссылается указатель. Работать с ней довольно просто. Мы пишем просто delete. И имя указателя, который хотим удалить. Точнее память, под которым хотим очистить. Таким образом, теперь, когда мы вызовем эту функцию, у нас должен сработать деструктор, и на экране появится объект удален. Да, объект удален. Все правильно. На самом деле это очень мощный механизм, поскольку если в вашей программе вы часто выделяете память, и она вам со временем становится не нужна, то просто оставлять ее в оперативке и загрязнять тем самым, засорять память, ухудшать работоспособность компьютера, да и вообще она не бесконечна, поэтому засорять ее всегда это плохо. Нужно подтирать под собой эти самые объекты, которые уже не используются. И для этого используется delete. Спасибо за внимание, дорогие слушатели. На этом сегодня все. Надеюсь, данный материал был для вас полезным. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал и оставляйте свои комментарии. До встречи в следующем уроке.